Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Уже который год археологи в прямом смысле слова пытаются докопаться до истины и узнать, что было много веков назад на территории Глебового городища. У нас сегодня в гостях Дмитрий Иванов, заведующий сектором поля Вожской битвы, Рязанского историка архитектурного музея-заповедника. Он поможет приоткрыть завесу тайн. Здравствуйте! Здравствуйте! Считается, что именно на Глебовом городище произошла знаменитая битва на Вожа. Как вы считаете, действительно ли это так? Есть какие-то факты и находки, подтверждающие это? Место это археологов привлекало издревле. Безусловно, конечно, в первую очередь искали само место битвы, но найти место битвы очень тяжело, поскольку это одномоментное событие, которое после себя оставляет не так много артефактов, не так много реликвий, которые могли бы на него указывать. Потому что предметы вооружения были ценны, конечно, после любой битвы они собирались. В 2010 году для изучения этого места была сформирована Вожская археологическая экспедиция, организатором которой стал Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. И вот одной из задач было изучение самого достопримечательного места поля Вожской битвы, его изучение во времени, то есть историю его, и в том числе поиск самого места битвы. Нашли? Ну, пока у нас как бы только первые шаги мы совершаем. Для этого был сформирован маленький отряд, который должен был как раз заниматься поиском реликвий. То есть это был отряд, который ходил по полям, поисках этих артефактов. Находок, к сожалению, пока мало, поскольку слишком велики площади этих полей, слишком мало народа у нас. Но первые находки какие-то у нас есть. Есть несколько наконечников стрел, есть обломок стремени. Однако надо учитывать, что предметы вооружения в этом месте могли появиться и как в более ранний период, так и в более поздний. Поскольку именно по Божию проходила известная засеченная черта. То есть часть предметов вооружения могли относиться и к этому времени, то есть 16-17 веков. В этом году, нужно сказать, у нас предпринята была попытка поиска реликвий на дне самой Божию. У нас был водолаз, который погружался к валанкам на дне Божия в поисках этих реликвий. То есть это для Рязани такой первый опыт поиска предметов вооружения на дне реки. Поскольку мы знаем, что много татар было по данным летописи, было потоплено и порублено именно самой Божия. Ну, находок пока нету. Можно сказать, что это первый этап, первый опыт наш. Но мы все-таки надеемся на то, что наши старания все-таки вознаградятся именно находками действительно. Насколько была значима для Руси битва на Божия? Классики уже называли это первое правильное сражение, выигранное русскими. Это действительно была победа, которая не только для Рязанского княжества много значила, поскольку она первая принимала на себя набеги татарной, для только-только начинавшихся объединяться вокруг Московского царства, Московского, всей Руси. Победа во многом дала людям надежду на возможность возвращения на свои прежние места. Мы знаем, что по архиадческим данным, вот эта территория Глебова Градища, она пришла в запустение. Как раз перед началом битвы люди отсюда уходят. Это была определенная зона страха. Люди боялись здесь селиться и жить. Победа, она дала людям надежду на то, что можно вернуться на свои прежние места, возобновить поселение. Начать новую жизнь. Конечно, это был небольшой такой просвет в темной жизни этих средневековых людей. Глебово Градище всегда было местом привлекательным. Расскажите, кто там до этого жил? В 2010 году первая экспедиция, она как раз выбрала место для своего изучения, так называемый северный посад Глебово Градища. Мы считаем, что само Глебово Градище являлось тем самым летописным городом Глебов, который упоминается среди рязанских летописных городов. Город был сам по себе небольшой. То есть это малый город Руси, конечно, не сравним со столичными городами, но тем не менее имел довольно значительную площадь. При маленькой укрепленной площади, то есть обнесенной земляными валами, он имел большую площадь неукрепленных посадов. Какие находки удалось обнаружить при раскопках? В 2010 году экспедиция обратила внимание на северный посад Глебово Градища. И сразу же нам выпала удача. Мы обнаружили древнерусский могильник. Это грунтовое кладбище летописным городом Глебов, которое датировалось примерно концом XII-XIII веками. И в одном из погребений молодой девушки был обнаружен кусочек шелковой материи с золотным шитьем. Мы знаем, что золотное шитье было принесено в основном к нам из Византии. То есть, возможно, и эта лента с золотным шитьем оттуда же поступила. То есть это довольно, можно сказать, ценная вещь, довольно редкая вещь. И на территории Рязанской земли это третье место, где обнаруживается материя с золотным шитьем. Это столица Рязанского княжества Старая Рязань. Это один из могильников под Пронском. И вот теперь на Глебовом Градище мы знаем еще один пункт. Мы отдали этот череп в Москву, в Институт этнологии и антропологии Академии наук, где там в лаборатории была выполнена пластическая реконструкция этой девушки. И теперь мы можем воочию посмотреть, увидеть, как выглядел человек, как выглядела девушка, жительница этого города Глебов. Это вот уникальная возможность, которая дается нам в ходе наших исследований. Что еще было найдено при раскопках на Глебовом Градище? В 2011, 2012 и в текущем 2013 году мы проводили свои исследования уже на восточном посаде Глебового Градища, поскольку этот участок активно разрушается самой рекой и уходят многие артефакты, просто безвозмездно уходят в воду. Для того, чтобы сохранить это наследие, мы заложили там свои раскопы и проводим уже три года изучение этого участка. Что было обнаружено? Оказалось, что место это было облюбовано людьми уже с древности. Самые ранние находки относятся к эпохе Бронзы. Далее люди здесь селились и в раннем Железном веке тоже. А в IX-X веке сюда приходят первые славяне. Это очень важно, поскольку вся Средняя Ака – это места исконного обитания финно-угорских народов. Поэтому изучение славянских памятников – это очень важно, поскольку это наши с вами предки. Что можно сказать о поселении славян? Какими они были? Какой был у них быт? Что они любили, что делали? Ну, пока мы, скажем так, только зацепились в этом году за какие-то постройки этого поселения. Сначала встречались отдельные находки, которые нам говорили о том, что они еще не знали гончарного круга, посуда у них была довольно грубая. Вероятно, основой хозяйства было скотоводство, большое количество костей мелкого и крупного рогатого скота. А шерсть, которую они добывали с мелкого рогатого скота, шла на изготовление пряжи. Большое количество пряслиц было обнаружено как раз в наших раскопах, что говорит о том, что женщины очень активно занимались прядением. В дальнейшем, конечно, раскопки покажут, когда мы будем замечать уже полностью какие-то постройки, когда обнаружим их, будет уже картина более понятной. А скажите, что в Ваших ближайших планах, какие мероприятия планируете проводить? В планах наших продолжение, конечно, изучение Восточного посада, потому что он активно разрушается. Нам хотелось бы спасти вот эту часть. Продолжение работ на Северном посаде, возможно, мы продолжим следу вот этого Дренировского могильника. И вот я забыл сказать, что в ходе работы были найдены фрагменты большемерного кирпича, плинфы. Это очень важная находка, поскольку она говорит о том, что, возможно, здесь было каменное строительство. И оно обычно было недалеко от кладбища. Поэтому продолжение изучения кладбища, возможно, нас выведет на тот самый древний храм, который был построен из плинфы. Тут, конечно, находка довольно редкая, интересная для нас. И, безусловно, в наших планах стоит проведение археологических разведок, то есть поиск новых объектов археологического наследия, в том числе и продолжение работ поискового отряда по выявлению реликвий, которые могут быть отнесены как раз к самой битве на Вожжи 1378 года. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!